Врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качков. Автор сотен видео в интернете на канале YouTube. Про здоровье, правильное питание, лечение. В том числе и народными средствами. Автор десятков опубликованных книг, брошюр, научных статей. Более тысячи статей в газетах, журналах, интернете. Хотел написать это видео еще 11 февраля. В день, когда отмечался самый массовый профессиональный праздник на планете. Кто-то участвует в процессе профессионально. Кто-то как любитель. Многие конечно стремятся избежать участия. Потому как отмечался Всемирный день больного человека. Потому сегодня решил написать новое видео. Все будет хорошо. Если вы знаете как стать миллионером. И как сохранить миллионы в собственном банке здоровья. Каждый человек от рождения миллионер. А если родители знали как правильно подготовиться и сопровождать беременность. То мульти миллионер. Просто сила и слабость органов и систем закладываются задолго до зачатия. Примерно за три месяца до зачатия. Женщина должна быть абсолютно здоровой. Именно в этот период яйцеклетка просыпается и начинает питаться тем, что находится в крови у мамы. А после рождения заложенные возможности лишь используются и увы тратятся. Причем запаса прочности на жизнь без болезней обычно хватает не менее чем на первые 40 лет жизни. И это не по вашим ощущениям, а по результатам обследований. Важно вовремя обратиться. Любые болезни, кроме детских инфекций, отражают ваш уровень здоровья. С которым связаны различные риски для здоровья и жизни. Так и особенности поведения в этих уникальных условиях. И ваш выбор. Участвовать и развивать только свой бизнес. Или в качестве спонсора. Поучаствовать и в чьем-то медицинском бизнесе. А просмотрев это видео до конца, вы узнаете. От чего или от кого зависит ваш личный уровень здоровья. Вы также узнаете, как максимально поздно начать участвовать в медицинском бизнесе. Ну и что делать, если вы уже активный участник медицинского бизнеса. Смотрите это видео дальше. От чего же или от кого зависит ваш личный уровень здоровья. Каждый человек от первого и до последнего дня жизни. Активный участник разного вида бизнесов. Каждый человек дышит воздухом. Употребляет разного рода напитки, продукты питания. Нуждается в одежде, жилье, других атрибутах современной жизни. И это чей-то бизнес. И чем дольше человек живет и активнее себя ведет в окружающей его среде. Тем больше он потребляет и растет его индивидуальный вклад в ВВП его страны. Поэтому борьба за увеличение рождаемости в каждой отдельной взятой стране она понятна. Но в этом напрямую заинтересованы только владельцы бизнеса, оказывающего ритуальные услуги. Количество вшедших в эту жизнь и ушедших из нее, да, они от этого зависимы. Это их бизнес. Он развивается от этого все больше и больше. Чем больше женщины рождают детей. Но факт рождения не отражает уровень здоровья. Это очень важный показатель. Потому как одновременно нужно бороться за увеличение продолжительности жизни. В этом заинтересованы абсолютно все. Все владельцы любого бизнеса. На что бы он ни был направлен, заинтересованы в увеличении продолжительности жизни каждого отдельного человека в этой стране. В том что и медицинский бизнес от этого зависит. На разных стадиях, в разные возрастные периоды у человека разные потребности, разные болезни. И это тоже бизнес. Поэтому чем дольше человек живет, в принципе, тем лучше всем. Потому как от ритуальных услуг все равно он не уйдет. Но! Как только вы применяете к себе сомнительные, не проходящие проверку обычным здравым смыслом способа и средств быстрого омоложения, либо оздоровления, вы совершаете диверсию не только по отношению к себе лично. В этом заинтересованы опять-таки только предлагающие ритуальные услуги. Все остальные виды бизнесов от этого начинают активно терять. Потому как вы стремитесь сократить продолжительность своей жизни. Да, кто-то может успеть по дороге на вас заработать, если успеете вы от ухудшения состояния здоровья до смерти, скажем, побывать в реанимации, например. На операции хирургической попробуют вам как-то подправить ваше здоровье, попытаться вас вытянуть с пути на тот свет быстрого и активного. Да, но это еще нужно уметь, нужно быть фокусником, чтобы от многих систем успеть еще на вас немножко заработать. Поэтому лучше я бы советовал вам не применять такие средства. По большому счету свой канал я открыл из-за того, что увидел слишком много разных способов, вот таких, мягко выражаясь, сомнительных. Когда пациенты приходят, а вот я принимал то-то, 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 говорят, что от этого будет просто крепчайшее здоровье. Почему я не выздоровел, а продолжаю болеть еще и хуже стал? Вот и открыл свой канал, на нем много интересной информации. Ну а что делать вам, как правильно участвовать и в своем бизнесе, и в других видах бизнесов, вы узнаете чуть позже. Смотрите дальше. Всем нужен воздух, причем кубометрами ежедневно. Но, если непривычно активно позаниматься спортом на свежем воздухе, можно легко и быстро получить кислородное отравление. А если вы еще попробуете позаниматься в сосновом лесу, хвойном или в смешанном, то те фитонциды, которые в этих условиях уничтожали бактерии и сделали воздух чистым от них, точно так же окислят вашу дыхательную систему и будет еще хуже. Можно нарушить состояние органов дыхания и в домашних условиях занимаясь спортом. Скажем, упражнения на полу. Напомню, 50-70 см от пола. Самый плотный слой пыли. Если вы в таком слое пыли занимаетесь спортом, активно дышите, ваши органы дыхания, мягко выражаясь, улучшаться не будут. И показатели ваши будут расти с большим-большим трудом. Потребность в воде также очень высока. Десятками тонн на протяжении жизни. Но, если в комфортных условиях для попытки очистить свой организм за сутки выпить 10-12 литров воды, можно отравиться чистейшей водой. В этом случае вам не нужна даже вода сомнительного качества. Она сработает позже, чем отравление таким количеством чистой воды. Хотя вода должна быть всегда очищенной, потому как литр-два воды сомнительного качества могут легко и просто на всю оставшуюся жизнь нарушить работу почек. Почки очень плохо, легко повреждаются и практически не восстанавливаются. Очень малый возможен люфт в обратную сторону при правильном к ним отношении. Но лучше беречь почки. Беречь то, что вам подарили родители. Потребность в еде также высока. Но есть и съесть. Слишком много. Даже доброкачественной еды. Можно резко нарушить работу не только пищеварительной системы. Создав, ухудшив качество своей жизни на ближайших несколько дней. Но и можно резко нарушить работу сердца. И спровоцировать острую сердечную недостаточность, инфаркт или инсульт. Это более серьезные последствия неправильного питания. Но это далеко не единственный фактор, который нужно учитывать, чтобы жить лучше и дольше. Поэтому смотрите видео дальше. Потребность в приеме медикаментов также может периодически возникать. Но! Если придерживаться оптимальной дозы и оптимального набора медикаментов, принимать можно долго и продлить жизнь. И даже если есть жировой гепатоз, либо стеатогепатит. При правильном их сопровождении можно дожить до цирроза печени. Многие боятся этого диагноза. Его не нужно бояться. Если вам удастся дожить при этом до цирроза печени. То есть прожить с жировым гепатозом десятки лет. Это прекрасно! Потому, как если вы не знаете как себя правильно вести при наличии гепатоза, либо стеатогепатита. В любой момент. Самый удачный или неудачный. Не знаю. Кому как. Наследником может быть удачный. Вам, думаю, что вряд ли. Можно внезапно умереть от компонентов метаболического синдрома. То есть легкий гипертонический криз. Может вызвать разрушение сосудов. Либо остановку сердца. Либо инфаркт. Либо инсульт. Ну так. По-быстрому. И на фоне относительного здоровья. Да. Вчера вроде как человек ходил. Все было здорово. И тут хлоп. И все закончилось. Правда прием даже самых безопасных медикаментов на первый взгляд. Ну в большой дозе. Может вызвать смертельное отравление. Важно учитывать. Важно понимать. Да. Есть реальная доза. Есть оптимальная доза. Ну и есть чрезмерная доза. Которая может ускорить ваше движение в неблагоприятном направлении. Жизнь без стрессов. Она также пресная и неинтересная. Но. Любой в этот конкретный период времени. Значительный стресс. Эмоциональный конфликт. Либо физическая нагрузка. Неумеренная еда. Либо питье. Стресс термический. То есть баня. Сауна. Либо моржевание. Либо прием медикаментов. Прием алкоголя. Банкротство. Или крупный выигрыш. Лотерею. Любой этот стресс. Может внезапно оборвать жизнь. Причем как каждый фактор по отдельности. Так и нерациональная комбинация нескольких стрессовых факторов одновременно. Один подействовал вчера. Второй сегодня. Третий завтра. И глядишь. Все это сложилось. И возникла неблагоприятная комбинация. Комбинацию. Которую вы по незнанию. Могли своему организму однажды в жизни создать. Не зная как это предотвратить. Неблагоприятный исход я имею ввиду. Поэтому смотрите это видео до конца. Там еще много интересной и полезной для вас информации. Чтобы получать от жизни по минимуму. Обычно нужно просто работать. Тогда исходного уровня здоровья хватит на более продолжительный срок. Помните премудрый пескарь. Это из этой темы. Но так миллионером можно стать только случайно. Чтобы получать от жизни больше. Нужно работать эффективнее. А многие стремятся получить еще больше. Чтобы заработать такие для начала хотя бы миллион. И работают больше других и интенсивнее. В любом случае. Фактически. Участвуя в чужом бизнесе. Или развивая свой бизнес. Стремятся быстро конвертировать. Заложенным родителями. Уровень здоровья в материальные блага. И я вас прекрасно понимаю. Но. Очень важный вопрос. Безопасная скорость конвертации здоровья в материальные блага. Иными словами. Какую интенсивность образа жизни способен выдерживать ваш организм сегодня. Потому как эффективность работы ориентирована на результат. А интенсивность работы в большей мере на процесс. Вот в этом процессе важно не перегнуть палку. Потому как в любом случае. Ваши лучшие помощники. Либо самые коварные враги. Это дыхание. Это питание. Это употребление воды. Физические нагрузки. Прием медикаментов возможно. Погодные. Климатические условия. И другие компоненты. Которые так или иначе. Могут влиять на ваш организм. Важно чтобы правильно их использовать. Принципы айкидо. Используйте силу противника в свою пользу. Используйте эти факторы. Для усиления и укрепления своего здоровья. А не слишком расточительное. Использование тех резервов. Которые вам подарили ваши родители. Смотрите видео до конца. Дальше будет еще интереснее. К чему может привести быстрая изда на поддержанном авто. Если вы не знаете ресурсов разных агрегатов. Состояние тормозной системы. Колес. Двигателя. Сколько топлива осталось в баке. Какое масло там. В вашем автомобиле. Вы решитесь выехать на таком авто из гаража. А реальное состояние своего организма знаете? Говорят сегодня здоровый человек просто плохо обследован. И это часто подтверждается на практике. Когда внезапно уровень здоровья. Меня резко меняется. И вы вынуждены по скорой помощи. Лететь в какое-то лечебное учреждение. Просто когда после обследования. Заключение вы здоровы. Выносит врач. Этому можно в большей мере доверять. Чем собственному мнению. Болеть не хочется никому. Поэтому к уровню нездоровья привыкают. Это психология. И считают свой уровень здоровья просто вариантом собственной нормы. А это далеко не всегда истина. Потому как первично ваш уровень здоровья определяют ваши родители. Имеет значение их уровень здоровья примерно за 3-4 месяца до того самого полового акта. В результате которого яйцеклетка выбрала один из десятков миллионов сперматозоидов. И начали развиваться вы. В тех условиях которые ваши родители создали во время беременности. Это важно знать и понимать. И правильно использовать. Затем ваши родители как могли. Берегли свой труд. Оберегая вас от разных не самых здоровых продуктов. Питания, напитков, привычек. Максимально активно в первые годы жизни. Когда вы находились под максимальным контролем. Далее. По мере вашего взросления. Влияние родителей обычно уменьшается. И уровень ответственности. Пока человек находится вне медицинского учреждения. Целикой и полностью ложится на его собственные плечи. В какой мере? На 100%. И не одним процентом менее. До каких пор у вас 100% уровень ответственности за свое здоровье? Ну пока вы не начнете совершать ошибки. Результатом которых появление тех или иных острых либо хронических заболеваний. Которые внезапно могут нарушать не только качество вашей жизни. Но и способны сокращать ее продолжительность. Любое заболевание. Так или иначе. Изменяет качество жизни. И ведет к ее сокращению. А вот 100% уровень ответственности врача за ваше здоровье. Это в реанимации. Либо под общим наркозом на операционном столе. Да еще пожалуй у стоматологов сегодня мало конкурентов из интернета. 100% уровень ответственности на них пока вы находитесь в кресле стоматолога. В остальных случаях врач имеет либо совещательный. Либо решающий голос. И вы сами выбираете. Каким советом вам следовать. И в какой мере. Потому как ваше решение так или иначе. Влияет на вашу продолжительность жизни. На ваш уровень здоровья. И если вы следуете советам врача. Да. Часть ответственности находится на нем. Но в любом случае. Пока вы вне лечебного учреждения. Практически 100% ответственности за ваше здоровье. Вновь на вас. Просто ваш выбор. Вы выбрали тот или иной способ лечения. Но это вы выбрали. Это ваш выбор. А вот как максимально поздно начать участвовать в медицинском бизнесе. Вы узнаете прямо сейчас. Чтобы максимально поздно стать участником медицинского бизнеса. Нужно активно заниматься профилактикой. Об этом в свое время сказал великолепную фразу гениальный хирург Пирогов. Он сказал будущее принадлежит медицине профилактической. В любом случае. Его часть врачей услышала. Но на 100% услышали автомастера. И рекомендуют приводить свое авто после определенных событий. Или после определенного пробега. И большинство делает это регулярно. А сами? Сами когда были на техобслуживании? В любых условиях. Какие приоритеты вы для себя должны понимать и принимать? На первое место я бы поставил рацион питания. Почему на первое место? Просто в этом вопросе очень много расхождений. Однако если вы просто живете. А особенно если ведете достаточно активный или интенсивный образ жизни. Вы должны обеспечивать ежедневное, постоянное поступление в свой организм примерно 500 разных компонентов. В перечни ходят белки, жары, углеводы, их производные, витамины, макро, микроэлементы. Другие биологически активные вещества. В поступления которых вы, применяя разные модные диеты, можете регулировать в широких пределах. Однако лучше будет, если вы обеспечите себе сбалансированное разнообразное питание. В зависимости от пола, возраста, сезона года, генетики. Потому как различные ограничительные диеты часто сбалансированы под конкретные погодные, климатические или иные условия. Которые вы к своему организму применяете на эмоциональном уровне. То есть нравится или не нравится. И попадаете со временем на дефицит тех или иных компонентов. Которые нужны в режиме реального времени постоянно. Для работы основных органов и систем. Не потом, а до того как. Если вы хотите проехать на своем авто 100 км. Вы должны залить как минимум нужное количество топлива. Тогда авто вас повезет. Если хотите 200 км. Заливать нужно в 2 раза больше. Или платить за буксир. Который вас повезет с пустым бензобаком. Чтобы не попадать в такие интересные условия. Клетки не имеют возможности ждать. Они работают постоянно. И чем вы активнее, тем интенсивнее они работают. Конечно флегматику нужно практически столько же, сколько меланхолику. У них обмен веществ идет вяло. А вот если вы стангвиник. Или не дай бог холерик. Вернее дай бог. Потому что эти двое. При такой особенности работы нервной системы. Вы реально можете планировать зарабатывать миллионы. И вот здесь нужно обеспечивать свой организм постоянно питанием. Сбалансированным. И полноценным. Ну а что делать еще нужно? Смотрите видео дальше. Если ваше питание не самое сбалансированное. Постепенно развиваются дистрофические. То есть нарушенное питание. Дистрофические процессы в органах. А когда гибнут клетки и атрофические. Такой результат возникает не сразу. Но после каждой допущенной ошибки. А проявляется спустя месяцы либо годы. Вот этого самого несбалансированного питания. Все зависит от заложенного родителями запаса прочности. И когда вы результаты несбалансированного питания уже ощущаете. Многое вернуть уже нельзя. Просто от голода рабочие клетки давно погибли. Иными словами безвозвратно утеряны. А оставшихся просто не хватает. Даже пересадка стволовых клеток не поможет. Перед их введением нужно правильно очистить свой организм. Иначе очень вероятный результат — бурное развитие рака. Примеры, к сожалению, известны. Люди стремились быстро молодиться. Получили временный результат с очень неблагоприятным исходом. Среди более 50 опубликованных книг одна из них посвящена профилактике и ранней диагностике рака. Это есть! Это реально! Это нужно просто понимать и правильно использовать! Смотрите видео дальше! Я еще не все факторы, которые вам нужны, перечислил. На второе место для вашего здоровья я бы поставил режим питания. Мнений очень много. Чаще советую питаться по аппетиту. Однако напомню, что аппетит возникает при снижении в крови всего одного показателя — уровня глюкозы. А сахар большинство считают не самым полезным, а больше того даже вредным компонентом. Хотя это самое лучшее топливо для вашего здоровья, для вашего организма, для молодого организма напомню. А вот на грубый дефицит других очень важных почти 500 различных компонентов указывают снижение работоспособности, иммунитета, депрессии. Другие показатели, которые показывают, что не самый здоровый ваш организм. У женщин предминструальный синдром показывает, что кровь пустая, мозг не получает все, что нужно. Но видео про аппетит на моем канале есть. Что это такое, как его правильно использовать для вашего здоровья и долголетия. Оно есть, вы можете посмотреть его позже. А если хотите дожить до своего первого миллиона — питайтесь, на мой взгляд, правильно — по системе. Чаще всего это четырех-пятикратный прием пищи. С основным акцентом — до работы, а не после нее. А если хотите еще и пожить как миллионер — тогда сразу применяйте семи-восьмикратный прием пищи. Это самый лучший, самый выгодный прием пищи для сердечно-сосудистой системы. А две трети уходов из этой жизни — проблемы сердца и сосудов. И лучше их использовать дольше, чем создав им стрессовую ситуацию, относительно быстро уйти из этой жизни. Хотите узнать, какие еще факторы нужны для вашего здоровья? Смотрите видео дальше. На третье место для здоровья я бы поставил правильное употребление воды. Почему только на третье? Эксперименты с употреблением воды менее продолжительные, чем эксперименты с питанием. Полный отказ от еды может продолжаться несколько недель. А вот полный отказ от воды — всего несколько дней. В экстремальных условиях даже часы могут поставить ваше здоровье в точку невозврата. Однако простая вода в системе питания — лишь транспортное средство. Это великолепный растворитель, с помощью которого к клеткам переносятся вышеперечисленные питательные вещества, вот те самые 500 компонентов. А от клеток — продукты обмена веществ. Конечные продукты обмена веществ или их по-другому называют попросту шлаки обмена веществ. Нет правильного питания и переносить в воде практически нечего. Ну кроме себя самой. Все равно что бесцельно гонять пустые машины по городу. Расход топлива, выхлопных газов полно, а толку нет. Обмен веществ в городе стоит. Движение имитируется. А машины ничего не перевозят. Потому вода только третья в системе. На эту тему также на моем канале есть десятки видео. Подписчикам проще их просмотреть. А пока не отвлекайтесь, смотрите это видео дальше. Подпишитесь на канал и просмотрите видео про воду. Как пить до еды, после еды, во время еды, при занятиях спортом, фитнесом, детям, беременным. Есть такие видео. Смотрите. А пока смотрите дальше. Дальше. Четвертое место. Что нужно вам делать для вашего здоровья. А на четвертое место для вашего здоровья я бы поставил правильное дыхание. Тут эксперименты еще менее продолжительные чем с водой. Полный отказ от дыхания. И всего через несколько минут вы снова дышите. Или умирает ваш мозг. Однако кислород при всей его незаменимости. Да это универсальный окислитель для той пищи которую вы употребляете. Он абсолютно бесполезен без правильного питания и употребления воды. Более того вреден. Потому как он будет окислять все накопленное вами ранее. А это вопреки распространенному мнению про пользу голодания. Особенно сухого голодания. Крайне редко приносит ощутимую пользу. Поэтому правильное дыхание тоже важный компонент. Такие видео частично вкрапления есть в разных видео. Со временем напишу и то как правильно дышать. Это очень важный момент. Однако все это относится лишь к абсолютно здоровым людям. Банальный гастрит и или холецистит. Не говоря уже о таком диагнозе как панкреатит. И ваша самая здоровая пища способна легко испортиться в вашей пищеварительной системе. Подвергаясь гниению или брожению. Или два процесса происходят одновременно. И сбалансировать питание становится очень непростой задачей. Потому как очень сложно предположить. Во что превратят в вашу плохо переваренную пищу патогенные микробы в кишечнике. Количественно качественный состав которых в кишечнике не может выявить ни одна диагностическая система. Пока это нереально. А вот частота применения антибиотиков производит новые виды микроорганизмов. Которые будут жить и в пищеварительной системе и не только в ней. И напрягать вашу иммунную систему. А есть и другие болезни. Которые существенно влияют как на усвоение пищи. Так и на ее переработку в печени. Например жировой гепатоз, стеатогепатит. А также важно состояние сердечно-сосудистой системы. Отвечающей за перенос продуктов переваривания. Стоком крови к клеткам. И здесь еще один фактор включается. Это правильное движение. Для переноса крови к клеткам важен небольшой уровень физической активности на протяжении дня. Ну тот небольшой уровень, который вы себе можете позволить. И в этом случае нужны не жесткие физические нагрузки. Да, они тренируют ваш организм. Но в большей степени работают еще и как потребители питательных веществ. Которые используются как во время нагрузки, так и после нее для супер компенсации. Для того, чтобы мышца восстановилась и могла участвовать в новой нагрузке. Для здоровья нужна физическая активность на протяжении дня. Но с учетом тех болезней, которые вы уже увы приобрели. Потому как чем больше спектр болезней, тем больше сложностей. И вы активный участник медицинского бизнеса. А вот что делать, если вы так или иначе участвуете в медицинском бизнесе? Вы узнаете прямо сейчас. Что же делать, если вы участник медицинского бизнеса? Ну если у вас уже есть свой уникальный набор из примерно 30 тысяч известных на сегодня заболеваний. Вы реальный участник медицинского бизнеса. Если лечитесь, то активный участник. А вот если пока думаете полечиться откладывая на потом, то пока пассивный. Однако, когда вот это потом наступает, обычно проблема становится более значимой и опасной для здоровья. И придется более активно участвовать в чем-то бизнесе, пытаясь компенсировать остатки здоровья, которые остались. И очень важно, какими средствами достигать эту компенсацию. Симптоматическими, либо патогенетическими. Знаете в чем разница? Симптоматические средства в большей мере ориентированы на улучшение качества жизни. А патогенетические на устранение причины и на увеличение продолжительности жизни. Если вы хотите жить лучше и дольше, важно их рационально комбинировать. Официальная медицина чаще предлагает именно симптоматические средства. А народные традиционные патогенетические. Восточный врач, если он знает только народную медицину, он стоит на одной ноге. Европейский врач, если он знает только официальную медицину, он также одноногий врач. Важно стать на две ноги. Это более устойчивое положение. Которое позволяет идти к здоровью кратчайшим путем. Сохраняя его максимально и увеличивая продолжительность жизни на фоне хорошего ее качества. Ну а примеры симптоматического и патогенетического лечения я приведу прямо сейчас. Когда вы своим не самым здоровым образом жизни немного загрязнили свой организм или квартиру. И в каком-то из органов комнат начался пожар. То устраняя пожар симптоматическими средствами. Вы надеваете противогаз. Проветываете помещение. Насколько можете задерживаете дыхание. Или применяете противовоспалительные средства. А устраняя пожар патогенетическими средствами. Вы тушите огонь. Вы убираете из своей квартиры легко воспламеняющиеся вещества. То есть проводите правильное очищение организма. И лучше это делать безусловно в противогазе либо респираторе. То есть под контролем. А не открывая окна для более быстрого выгорания квартиры. Понимаете в чем разница? Как важно правильно комбинировать народные средства. Официальная медицина и народная медицина. Вы же не хотите всю жизнь бороться с дымом следствием. В надежде что квартира сгорит не скоро. Все-таки лучше устранить пожар как причину. И вещества которые вызвали пожар. Это две большие разницы как говорят в Одессе. Когда воспаляются миндалины. Гланды, аденоиды или аппендикс. Или изменена самая большая лимфатическая железа вашего организма. По весу сравнимая со всей остальной лимфатической системой. Это печень. То это означает что ваша иммунная и лимфатическая система. Вы бросили белый флаг. Они не справляются с нагрузкой которую вы им предложили. Что предлагает официальная медицина? Укрепление иммунитета и очищение организма чаще всего нет. После короткого периода наблюдения удалить часть лимфатической системы. Но если удалить аппендикс нужно. Там очень быстро возникает гнойный процесс. И возможны варианты. То удаляя аденоиды или гланды. Медицина просто расписывается в своем бессилии. Потому как это следствие. Не с ними нужно бороться. А инфекцию искать. На которую реагирует лимфатическая система. И с ней справляться. Состояние печени чаще смиряются. Есть как есть. Живите сколько проживете. Но жить с иммунодефицитом достаточно сложно. Плохо. И лучше все таки с ним справиться. А не смириться. Ну что делать? Смотрите видео дальше. Перечислять похожие ситуации можно достаточно долго. Но я постараюсь быть более кратким. В таких условиях опасно просто жить. Здоровье из вашего банка здоровье будет таять быстрее. Чем снег на солнце. А если вы хотите работать интенсивно. Чтобы стать миллионером. Здоровье может растаять неожиданно быстро. И очень часто. Внезапно. Но только от вас зависит. Снизить интенсивность работы. И пытаться заработать миллион в следующей жизни. Либо целенаправленно заняться своим здоровьем. Чтобы не только заработать миллион. Но и пожить как миллионер. Зарабатывая новые миллионы. Многие живут беспечно. Как миллионеры. Растрачивая ежедневно сотни тысяч долларов из своего банка здоровья. И получая по сравнению с этим просто гроши на своей работе. А вот чтобы конвертировать и обналичивать по выгодному для вас курсу из банка здоровья. Накопленные там средства. Нужно правильно относиться к себе любимому. И прежде всего обеспечить себе правильное питание. На моем канале вы можете найти разные видео. Задавая вопросы. Получить на них ответы. Но самое емкое. Есть видео консультация врача диетолога онлайн. И вы можете потратить всего там около 40 минут. Получить более такую целенаправленную информацию. О том все же как правильно питаться. Чтобы здоровье сохранять на максимально длительное время. И получать от жизни удовольствие. А на этой позитивной ноте я это в большей мере мотивационное видео буду заканчивать. С привычными подписчиками моего канала словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. И пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео. Поставить на нее лайк. Я подумаю какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале.